Делегация головного вуза в сопровождении директора АМТИ Алексея Москвитина посетила аудитории и лаборатории института. Для студентов здесь созданы все условия для успешной учебы и научной работы. Здесь, во-первых, Wi-Fi, бесплатный доступ к интернету, любой студент снова может выйти в интернет. Плюс у нас есть все подписки, которые есть в главном нашем вузе, в КубакТО. То же самое здесь. 2015 год для главных технических вузов Кубани стал успешным. КубГТО стал лауреатом премии правительства России в области качества. За 19 лет эту престижную награду получили только 8 вузов страны. Университет выиграл конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации на создание инжинирингового центра. В этом большая заслуга и Армавирского филиала. Я думаю, что наш Армавирский механико-технологический институт – это тот филиал, то высшее учебное заведение, которое было, которое есть и которое будет. Почему? Потому что, скажем, есть результат работы, есть качество учебного процесса, качество научных исследований. Это самое основное. Выступая перед профессорско-преподавательским составом Армавирского политеха, Владимир Лобанов отметил высокое качество подготовки студентов, что подтверждает их востребованность на рынке труда. Наша задача – это прежде всего качество подготовки выпускников. И вот если говорить о нашем Армавирском филиале, то я считаю, наши коллеги достаточно успешно решают эти задачи. Почему? Потому что студенты, выпускники востребованы на рынке труда и как в городе Армавире, так и в других регионах Краснодарского края. В 2016 году в УЗУ предстоит очередной мониторинг эффективности работы. Поэтому для того, чтобы с честью пройти аккредитацию, надо не снижать темпов. Эту задачу Владимир Лобанов поставил перед профессорско-преподавательским составом АМТИ.